Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Программа о памятных датах земли Псковской выходит при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки. Здравствуйте, в студии Светлана Васильева. На календаре 6 декабря. Сегодня отмечается День памяти великого князя Александра Невского. Полководец, дипломат, правитель. Он все силы положил на защиту русской земли от иноземных захватчиков. Православная церковь прославила князя из-за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу во время тяжелых испытаний и лишений. Его слава была велика уже при жизни. Главные сражения, выигранные князем, битва на Неве со шведами в 1240 году и ледовое побоище с немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242. Александр Невский приложил немало усилий к сохранению мира с Ордой, который давал ему возможность бросить силы на отражение агрессии со стороны католического Запада. Окатоличивание для православной Руси означало не только физическое уничтожение, но и духовную смерть. В отличие от татар, крестоносцы, благословленные римским папой, не только грабили и убивали, но и несли разрушение основ православной духовной культуры русского народа. Почитание князя Александра как святого началось почти сразу после его кончины. В этот день, 6 декабря в 1897 году, был открыт приют Ясли для детей, родители которых находились на излечении в больнице. Приютом ведало благотворительное общество Приземской больницы в Пскове. Открыть собственный приют удалось не сразу. По предложению председательницы, совет решил соединить приют для круглосуточного пребывания презримых обществом детей с яслями, куда работающие родители могли бы приводить детей на дневное время за определенную плату. Благодаря настойчивости вице-губернатора графа Адлерберга завершалось строительство обширного дома трудолюбия. Две небольшие светлые комнаты отвели там для приюта Ясли, а устройство обслуживания и содержания детей в нем приняло на себя благотворительное общество Прибольницы. При устройстве приюта предполагалось, что в двух комнатах разместят 10 детей. Вскоре за счет увеличения числа платных детей, приводимых родителями на время работы, их общее количество в отдельные дни доходило до 30. В марте 1899 года общее собрание решило на будущее время ограничить одновременное пребывание в приюте 15-ю круглосуточными и 10-ю дневными. Число сирот, а также детей, присылаемых из больницы на время лечения родителей, постепенно увеличивалось и установленную норму выдерживать уже не удавалось. Проблема перевода приюта в более просторное помещение стояла очень остро. Впервые ее попытались решить после постройки под Псковом в Черняквицах колонии для душевнобольных. Их перевозку туда завершили в 1905 году. До этого заранее губернское земское собрание поручило управе выделить приюту Ясли бесплатное помещение на Завеличи при больнице после перевода этих больных. В конце июля приют перевели в здание губернской богодельни, отведя ему половину второго этажа с отдельным входом с Богодельницкой улицы. С советских времен это улицы Красноармейская и Максима Горького. Здание снесли после войны при постройке трехэтажного дома для автошколы. Дату и причину еще одного перемещения приюта в другое помещение в периодике того времени обнаружить не удалось. В докладе земского права очередному губернскому собранию 1907 года отмечено, цитирую, «В настоящее время приют переведен в холерный барак». Конец цитаты. Псковская жизнь, рассказывая 6 февраля 1908 года о местной благотворительности, отметила, что в приюте теперь лишь 13 детей, присланных из больницы, а приходящих совсем нет. 6 декабря 2018 года гимн, герб и флаг Псковской области были единогласно одобрены Геральдическим советом. Заседание при администрации региона провел губернатор Михаил Ведерников. Напомню, тогда состоялся открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области, на который поступило 47 заявок, 14 с проектами герба и флага, 33 гимна. Итоговые эскизы символов впервые за 25 лет прошли экспертизу.